ну вот я сижу все там же в аэропорту и видите один драйвер передо мной и нет заказа вот не знаю повезет мне не повезет поставлю на приборку камеру вот вот вам пожалуйста как бы кажется прилетел самолет и только что четыре машины уехала а у меня передо мной один человек всего и что и ничего вот сижу вот-вот должно быть самое интересное что самолет как только прилетел сразу раз 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 пошло и все и стоп то есть все кто хотел сразу наверное вызвал вот бывает самолет прилетит и много людей лифт вызывают бывает что раз и один одна машина 2 и все то есть эта система более дешевая и некоторые люди наверное хотят все-таки uber хотя не знаю я если пользовался я пользовался то что дешевле потому как машина одинаковая все равно частные машины большинство вот я кстати ни разу не пользовался даже не знаю если включить систему можно ли там выбирать какое на какой ты машине хочешь ехать вроде бы говорят что можно надо как-то самому попробовать посмотреть как она показывает может быть еще машина влияет то есть люди иногда смотрят но в аэропорту вряд ли они смотрят какая машина о самолет садится еще один ну что у меня есть шанс он видите далеко далеко соответственно некоторые сядутся с этой стороны а некоторые с той стороны он только свет виден за крышу он все вот тут вот все ушел за ту крышу вот но теперь вот хочу заснять момент такой вот так вот смотрите я стою первый где-то уже пять минут приблизительно но сейчас у меня надежда на тот самолет который только что сел хотя бы если два человека оттуда вызовут лифт то я поеду а кстати вот еще скажу подсказку такую надо как только загорится вызов не спешите его принимать смотрите в какой этот как он называется вот же вылетел из головы как эти в аэропорту терминал и да смотрите терминал и или терминал b потому что когда маршрут хотя не она потом пишет тоже но лучше знать заранее уже ехать потому что он может позвонить клиент опа все вызов пошел вот терминал эй норс энд карп на все кристина кристина я воспринимаю дорогуша все завожусь вот сейчас пошел делаться маршрут мне терминалу b сильно спешить не надо потому что бывает что они раз и еще не выходят а стоять нельзя кстати видите вот и не пишет сейчас до какому терминалу подъезжать но маршрут проложен поэтому нет проблем маршрут проложен и сейчас просто едем по маршруту все я закрылся и потихонечку поехал я сейчас немножечко покажу вот так с руки да будет тряска там любят там некоторые придираться до тебя это стабилизации нет или что-то я большой камерой тут не могу снимать этот шарапорт все таки поэтому все это так немножко в тихушку делается не было претензий но сейчас вам покажу вот видите в еду по тут еще нет маршрута потому что это стоянка я уже просто знаю куда ехать вот немножечко засниму вот она здесь сюда неправильно показывает маршрут тетка здесь всегда здесь говорит да молчу да замолчи она здесь всегда говорит неправильно и орет вот в общем сейчас едем по маршруту в итоге я простоял час сорок вот сегодняшняя стояночка у меня час сорок вот здесь значит поворачиваем ко всем терминалам а там дальше будет уже выбор терминал а или терминал б и стоять надо очень внимательно смотреть куда становиться что сейчас если ночью там не сильно они хотят следить когда я ночью приезжаю то сейчас днем будет вообще там контрол очень такой этот трафик контрол они очень внимательно бегают ну ко мне не придирались но мне не хочется да с моим английским начнет что-то там попить хотя я одну раз подзывал даже сам я ее позвал и не понял куда съезжать терминал б я говорю я первый раз здесь и как мне съехать она говорит еще раз по кругу проекте и съезжайте вниз окей я поехал вниз а стоп я ошибся стоп не понял терминала я перепутал да болтал болтал короче заболтался мне маршрут показывает континью а не портал болтал варис в 3-кортера за майл не понял что то мне маршрут все ладно выключаю то сейчас я че-нибудь на косячу программе ездить придется ну что ребята вечер в аэропорту немножко удачно сейчас накрутил 8 поездок и случайно оказался недалеко от аэропорта в норс на томас две последние два последние две последние поездочки крутился по норс на томас и думаю раз возле аэропорта то уже заеду и посмотрю как здесь причем когда крутился в норс на томас смотрю самолеты садятся как увижу садящаяся меня сразу манит в аэропорт вот что курлычет а гармин вот ну манит не только тем что а чем тут манит только деньгами манит потому что можно взять хороший рейс потому что по городу рейсы такие коротенькие их немного не так уж и много вот подъехал был семнадцатым прошло всего пять минут уже двенадцатый вот покажу вам движуха пошла я в удачное время приехал не знаю видно или нет вот двенадцать драйверс я пять минут назад было семнадцать то есть я вот наверное второй раз попал на движуху потому что прошлый раз прошлое два раза я остался недоволен вот потому что только один раз я за пятнадцать минут здесь управился и уехал я остался доволен но потом следующие три мои поездки в аэропорт полтора два часа каждый раз стоишь и короткий трип буквально тут миль десять тринадцать двенадцать одиннадцать в общем рядышком буквально в сакраменто подскочить тринадцать долларов полтора часа стоял блин вообще ой опять самолет садится четвертый вот подряд четыре самолета вот удачное время я как подъехал и вот я вам сейчас показываю смотрите восемь трипов шестьдесят четыре доллара вообще ерунда то есть надо гонять и гонять а времени я на это потратил уже прилично часов пять на эти восемь трипов вообще неудачно восемь рейдов этих ну короче не 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 нравится мне неудачно вот ни одного длинного вообще что-то в последнее время вообще не везет уже два дня или три просто не везет нет длинных коротышки и все вот сейчас надеюсь что в аэропорту ну даже если короткий рейс вот уже одиннадцать идет движуха хорошо даже если короткий рейс то как минимум быстро ну он даже здесь короткий из аэропорта он все равно там тринадцать четырнадцать пятнадцать долларов вот так что ну хоть что-то а если повезет значит я уже говорил наверное нет про удачный рейс из аэропорта вот что я отвез человека в ладай пятьдесят майлов и сорок четыре доллара заработал и еще десять долларов типсами дали обычно в лифте типсы не дают потому что тут электронные типсы а кстати вопрос задавали типа дают ли типсы да я написал что не очень во первых минус такой что я их не вижу сразу и даже не могу знать дали мне или нет только потом когда я смотрю отчет и в отчете пишут что у вас за неделю там десять долларов типсов один раз было за неделю сорок долларов типсами вот но там обманывает вот я один обман четки нашел от лифта я говорил что обмана нет все нормально как бы они должны брать ну как бы должны они что-то зарабатывать вот но один такой явный явный обман я нашел то есть они четко утверждают что с типсов они процент не берут вот они его как бы сразу и не берут да типсы чисто зачисляются к вам но потом они от общей суммы отнимают еще какой-то свой процент они свои деньги несколько раз снимают и вот от той суммы уже в ту сумму входят типсы и оттуда снимается процент и все-таки получается что они из типсов что-то берут вот потому что там плюс 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 типсы плюс cancel плюс то что заработал о уезжали убер намного быстрее смотрят уберовцы быстро уезжают вот а может они давно стояли я не знаю вот соседняя если уедет она после меня приехала но в убере вот вот в общем они стипсов тоже процент берут небольшой не сразу да то есть они их чистыми зачисляют к вам но потом от общего количества все равно отнимают свой процент какой-то они несколько раз свои суммы снимают вот это что касается вопросов я уже не помню какие там вопросы сегодня читал вот вот написали там некоторые кстати советы ваши такие смешные где там в россии ездите там я не знаю где там в беларуси там или еще где эти советы перекладываете на америку они здесь немножко не подходят да они даже там разные города да да там кто-то там один пишет там в беларуси в аэропорту можно заработать в беларуси один нормальный и то ненормальный не до аэропорт в минске и все тоже мне нашли государство вот раньше были в областных все позакрывалось где вы там что заработаете здесь люди кто более активно работает на этих на лифте убери по три тысячи имеют выходите хотите сказать в этом три тысячи зарабатываете не смешите подковы вообще смешно слушать даже бредятину эту про беларусь не так давно я уехал чтобы мне лапшу на уши можно было вешать вот о 9 9 вот 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 сбился начитал свои комментарии как всегда разозлюсь вы придурки пишут некоторые вот так что поэтому 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 еще чуть-чуть работаю да вот эти семьдесят пять рейдов доделываю которые на эту на эту неделю и следующую поеду Берию колотить попробую все уже либо сам Сан-Франциско либо по Берии ну там как получится буду стараться там искать длинные трипы вот и что хотел сказать что Сакраменто да вот вы там сравниваете да это совсем он даже не среднеамерикан семь драйверов осталось вот движуха действительно я сейчас быстро уложусь из семнадцати здесь машина уехала уже то есть то есть Сакраменто даже не среднеамериканский город он такой странный город он очень очень большой по территории очень растянутый то есть для сравнения вам это два Сан-Франциско вот я я брал вот так вот мерил как площадь в гугле можно поверить это два Сан-Франциско представляете это я помню с Лос-Анджелесом больше половины Лос-Анджелеса по площади вот поэтому говорить что там вот совет мне давали типа не езди там стоят и много зарабатывают тут есть такие районы что как станешь и будешь весь день стоять типа не уезжай да я сегодня заехал в такую смутаракань увидел американскую деревню вот а это район от Ранчо-Кордово там вправо куда-то я там еще ни разу не был через какие-то там каналы переезжал вот то есть если бы я там остался я бы клиента до второго пришествия ждал бы наверно вот поэтому я собрался и то есть я с включенной сети я всегда уезжаю у меня сеть включена был бы клиент я там покрутился так не спеша медленно составил маршрут там туда-сюда и потихонечку поехал был бы клиент все было бы хорошо вот машина убера уже по уезжали а эй эй дядя депяра здоровый парковался прям чуть на капот не наехал дочь дурян 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 только что я уже сигналить собрал еще бы чуть-чуть он попятился я бы ему уже сигналил и кстати смотрите прикол он тоже в лифте вот я только в аэропорту такое видел да чтобы джипы здоровенные с большим расходом им только в аэропорт и ездить у них больше шансов нет где-то заработать что по городу на такой машине не покрутишься она жрет немерено и вот такие ребята хотят подзаработать и они едут в аэропорт в надежде выловить длинный трип он у него под стеклом вы не видите но под тонированным стеклом у него справа уберовская кружочек уберовский вот вот так вот я здесь замечаю что в городе когда ездишь в лифте и уберовские машинки они все маленькие экономичные потому что крутится по улицам на такой вот дуре она хими да хими написано он жрет как танк если крутится там все деньги на топливо отдашь он там где-то по городу если он не знаю там майло в десять наверное на галоне проезжать будет то есть одного человека завез там троих и поехал заправляться а вот здесь аэропорт во-первых по трассе едешь обратно выезжаешь на хайвей и по хайвею и я здесь много джипов видел и на пикапах приезжают таксует прикольно вот они наверное надеются что люди когда смотрят выбирают машину может быть есть американцы которые любят там свои да вау дуранга я поеду на дуранга дуранга или как они говорят дуранга или дуранга кстати не знаю сейчас ехали девушки представляете в центре города в кинотеатр то ли кинотеатр наверное народу толпа такая как вывалила и у меня сразу вызов я сразу не видел этой толпы думаю что по улицам толпа идет взяли прямо улицу центр перекрыли полиция перекрыла поставили конусы и закрыли две улицы для движения пока люди там выходили в разные стороны там они на автобусы кто к такси кто куда прямо перекрыли пробка сразу в google карта красным загорелась а я такой даже не знал я все думал сейчас клиент сделает отмену потому что мне прямо туда ехать я потом уже вижу этот кинотеатр и у меня точка показывает возле него а там уже бегут ставят road closed короче все закрыта дорога а я такой в расстройстве перед кинотеатром этим поворачиваю как уже можно там влево поворачиваю влево и вдоль тротуара люди стоят что там машут и смотрю машины и лифтовский раз я так плавненько еду просто вот на дурак ну ни на что не надеюсь и девчонки две стоят мне машут рукой у них же пишет какая машина и они меня узнали что хунда и этот лантра и машут я подъезжаю а кроме моих девчонок еще две какие-то бегут они давай между собой выяснять они на меня это хунда я говорю так вот прикол я говорю да 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 что мне понравилось что прикольно что они кричали хандай они хандай хандай я потом у них спрашиваю говорю это по английски говорю в америке говорят хандай они говорят да хандай и сами кстати смеются с этого названия хандай произносят так и ржут короче повыясняли те что то эти они смотрите у нас хандай те что то ай 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 все хотели уехать а тут же так не возьмешь чтоб я где то у нас таксовал так набил бы полную машину поехали а тут нет все ваша машина вперед попутного есть тут этот как его пул по моему или в лифте он по другому называется там где можно попутчиков еще собирать я пока не освоил эту систему о 4 драйверс ну вот сейчас я наверное получу своего кастомера и все и куда то погоню хорошо было бы погнать далеко куда-нибудь как я прошлый раз в лада или что то одна поездочка и 40 долларов 50 долларов ну и потом бы уже докрутил я 8 поездок сделал сейчас будет 9 а надо 11 и потом 3 вокруг дома можно покрутить и все вот ну ладно это видео я может к аэропорту прикручу буду сидеть на готове я потом когда камеру закреплю закреплю на панель то я может быть заеду туда уже прямо в аэропорт и сниму вам как это происходит дело когда как забираешь людей оттуда я пока научился тут таких кругов накрутил весь на нервах три раза вокруг торжественно вокруг аэропорта а тут стоять нельзя если не туда попал все давай по кругу опять и опять заново заезжай я три круга хорошо что клиент был пьяный поддатый он дико извинялся что это он что-то напортачил я ему говорю что я тоже извиняюсь вот ну в общем так оно было три драйвера все ребята всем пока ну как не пока я мы продолжаем